Помнить историю – значит чтить память своих предков. Великая Отечественная война не прошла бесследно для каждой российской семьи. Кто-то не вернулся домой с полей сражений, кто-то пропал без вести, а кто-то выжил и умер от полученных ранений уже в мирное время. Более 9 тысяч человек были призваны из Ненецкого округа на фронт. Треть из них на родину уже не вернулась. О том, как решено увековечить в регионе имена героев, расскажет Елизавета Кабанова. Как будет выглядеть стена памяти и чьи имена будут увековечены, обсудили за круглым столом во Дворце культуры Арктика с представителями Окружного совета ветеранов войны и труда. Стоит отметить, что обсуждение реализации данного проекта идет уже достаточно продолжительное время. Уже несколько лет обещали поставить стену памяти и нанести на этой стене памяти фамилии всех тех, кто когда-то здесь жил в нашем округе, когда-то призывался, не вернулся, погиб. Сражался на фронтах, а может быть и не на фронтах, но воевал. На встрече предложили два варианта. Антивандальное электронное табло с сенсорным экраном и ряда гранитных плит, обрамляющие всю аллею памяти. После долгого обсуждения было принято решение остановиться на двух вариантах, потому что у каждого есть свое преимущество. Электронная версия, о которой можно было рассказать по имеющимся сведениям об этом человеке, где родился, где проживал, где погиб. Потому что если мы здесь только сделаем абсолютно имя, фамилию и отчество, ну и дату гибели, то это будет мало, недостаточно, потому что однофамильцев, одноименцев у нас будут по многу. На стене памяти планируется выгравировать фамилии погибших на фронтах Великой Отечественной войны или в госпиталях, а также пропавших без вести. А в электронное табло занесут всех участников войны. За список отвечает Андрей Николаев, который известен всем по книге памяти Ненецкого округа в списках значится. Но есть сложность, с которой столкнулись активисты. На сегодняшний день никто в Ненецком округе не знает, даже сколько солдат ушло на фронт из Ненецкого округа. Военкомат этого не знает. То есть это настолько вот тяжелая работа. Для окончательного решения будет собрана специальная рабочая группа, чтобы не просто сделать стену памяти, но и соблюсти историческую справедливость. Чтобы ни один герой не был забыт, а память о ратном подвиге оставалась в сердцах людей. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.